Проект «Читай быстро» представляет главный из книги Корифея и живого классика Малкольма Гладуэлла «Бомбардировочная мафия. Десять узнавных фактов». Сбрасываем бомбы на кнопку подписаться и на колокольчик тоже, а мы начинаем. Факт первый. О ком эта книга? Театр в США, которые разрабатывали собственную доктрину ведения войны, заключавшуюся в точечной бомбардировке ключевых военных и гражданских объектов врага, вместо ковровых бомбардировок, уничтожавших всё живое в зоне бомбометания. Страшные уроки Первой мировой войны. Изучая глубоко травматичные для общества события, группа единомышленников-военных авиаторов пришла к убеждению о необходимости коренного изменения метода введения военных действий. Они предложили новую доктрину войны, которая будет лучше, где решающую роль будет играть быстро развивавшаяся в то время авиация. Третий факт – вынудить жертву взмолиться о заключении мира. Чтобы избежать массовой войны в войнах, предполагалась доктрина бомбёжки ключевых военных и инфраструктурных объектов врага. Спикировать, разбомбить десяток тщательно подобранных заранее целей бомбардировочная мафия ставила перед собой важнейшую этическую задачу попытаться сделать войну максимально гуманной. Трудно попасть авиационной бомбой точно в цель, характеристики полётов самолётов и, в частности, бомбардировщиков до и во время Второй мировой войны. Вскоре самолёта, дальность полёта, высота сбрасывания бомб, время достижения бомбами цели не давали возможности эффективно решить задачу точного попадания в цель. Пятый факт – выбор целей. New Year Fairchild – один из ключевых мафиози. В своём докладе обращал внимание на Экведуки, сети энергосбережения, как наиболее очевидные цели. Приводя в качестве примера Нью-Йорка и его важные стратегические объекты, он убеждал слушателей в том, что парализовать весь город можно с помощью всего 17 бомб. ПВВЧ-1. Планы воздушной войны, часть первая. Документ представлял собой полностью обоснованные выводы и расчёты о необходимых ресурсах для военного воздушного флота при вступлении США во Вторую мировую войну. В ПВВЧ-1 приводились чёткие цифры по количеству необходимой авиатехники каждого вида, план стал тактической доктриной. Точки удушения для Германии. Всего за 9 дней, в соответствии со своей теорией точек удушения, мафия определила основные цели для воздушных атак. Их полный список вы найдёте по ссылке в описании к этому ролику. Восьмой факт – вы сбрасываете бомбы на всё, что можете. Однако военные Великобритании не принимали такой подход, считая мощный воздушный флот основой для расширения масштабов войны. Их военная доктрина предполагала метод бомбёжки по площадям, то же, что и ковровая бомбардировка. Где провести границу? Логика уничтожения гражданских лиц в ходе ковровых бомбардировок военные пытались обосновывать следующие рассуждениями. Они – гражданское население, активно действующие бойцы противника. Десятый факт – метод сработал. Благодаря старанию бомбардировочной мафии и настойчивости были воплощены в жизнь многие военные теории и технические задачи. Удалось уменьшить человеческие потери. Их идеи живы и сегодня, метод сработал. Всё это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Точечно сбрасываем бомбы на кнопку подписаться, слушаемся маму и читаем книги вместе с читай быстро! Субтитры сделал DimaTorzok